Всем привет! С вами Дарья Губерт. И в этом видео я поделюсь с вами главным упражнением для развития своей памяти. Я его делаю уже несколько дней. И это упражнение я получила в подарок от своего нового знакомого. Его зовут Эзра Белкин. Это человек, который профессионально занимается развитием памяти уже больше 20 лет. И ему можно верить, ему можно доверять и к нему прислушиваться, потому что он в этом деле профессионал. Обучил очень много людей. После его тренингов, после его занятий, я сама это на себе ощутила, становится просто вера в себя, в свою память, в свои возможности. Взлетает вверх, потому что делая какие-то маленькие упражнения, которые он дает, кажется, они даже такие игрушечные. Но видишь результат, что это действительно развивает, повышается внимание, улучшается память. Вот буквально недавно Эзра поделился со мной вот этим упражнением, которое называется «Просмотр прошедшего дня». И сейчас я вам его расскажу с той целью, с тем желанием, чтобы вы тоже начали его делать. Потому что я на себе уже ощутила пользу от этого упражнения. И как оно делается? Каждый вечер перед сном заведите привычку уделять 2-3 минуты этому упражнению. Вы берете или с бумаги, или я записываю просто в айфон. Вспоминайте сначала от вечера до утра по порядку, что происходило в этот день. Встреча с кем-то, какое-то событие. Поел то, сходил в душ, съездил куда-то, полил цветы, позанимался йогой. И вспомнили до утра, желательно, конечно, в том порядке, как это происходило, только назад. Потом, это как черновик, первая часть упражнения, как черновик. Вы просто вспоминаете день назад, и следом, когда закончили до утра, вот уже проснулись, вспомнили об этом. А потом вы уже просматриваете день с утра до вечера. И здесь вы можете вспомнить о том, что забыли указать, когда шли от вечера к утру. Или, может быть, вспомните, что порядок был другой. И внесете поправки, и когда уже пройдете обратно к вечеру, у вас будет уже полностью картина всего дня. Зачем это делать? Не знаю, тут видно или нет. Там такая бабочка красивая пролетела. Зачем это делать? Это очень хорошо развивает память. Это очень хорошо тренирует внимание. Это упражнение является базовым и главным, потому что на его основе уже можно выполнять более специфические упражнения. На запоминание имен, чисел, другие упражнения по развитию памяти. Это упражнение мне лично помогает тем, что я бываю к себе очень критично иногда, и под конец дня часто бываю недовольна тем, что я сегодня могла бы сделать больше, чем сделала. И когда я делаю это упражнение, то я действительно вижу, что на самом деле сегодня я была не такая ленивая задница, как я о себе думаю. Я действительно сделала какие-то дела, с кем-то переговорила, и от этого уже есть результат. И в принципе мне его достаточно, можно больше, но я вижу, что я все-таки делала сегодня хоть что-то. И я продолжаю делать каждый день это упражнение, и хочу посмотреть, как это будет дальше мне помогать. Я хочу делать упражнения и другие, которые будет давать Эзра, и вам тоже рекомендую это делать. В следующем видео я расскажу еще об одной классной фишке, которую я получила от Эзры. Сейчас не буду о ней говорить. Смотрите, подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать об этом. И будет здорово, если вы в комментариях к этому видео поделитесь тоже своими какими-то результатами, когда уже это упражнение поделаете некоторое время. Или расскажете, как вы тренируете память. Мне это будет очень интересно, потому что это то, чем я заняла сейчас. Я хочу большего развития в своем мозгу. Поэтому буду благодарна вам за какие-то тоже советы, рекомендации и обратную связь. Всем желаю хорошего дня. Я сегодня, вот в данный момент, стою на какой-то скале в Сиануквиле, это Камбоджа. Радуюсь голубому небу, потому что несколько дней шли дожди, и ночью, и днем небо было затянуто. Но в любом случае здесь здорово, даже когда идет дождь. Я вот узнала буквально позавчера, что в Камбодже, именно вот в этом месте, колебания температуры в течение года всего 3 градуса. То есть и зимой, и летом около 30, а 28, максимум до 31. Это действительно какие-то райские условия, потому что это очень приятная температура для тела, для купания, тоже море постоянно теплое. Поэтому я вот зазываю, можно сказать, показываю всем, какая Камбоджа классная. Приезжайте сюда. Похоже на то, что я здесь надолго. Всем пока. Ваша Даша.